Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Владимир, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Ваши ожидания от этого визита, с чем, ради чего летит Лукашенко, что ему может дать Си Цзиньпинь, и как это отразится на поставках вооружений возможных Российской Федерации? Я не думаю, что будет идти речь о поставках вооружений Российской Федерации. Я поясню, почему. Во-первых, надо учитывать, что Беларусь сама находится под санкциями. Точнее, режим Лукашенко. Поэтому большой разницы нет для Китая поставлять оружие России, что вызовет, конечно же, проблемы, либо поставлять оружие Беларуси. Это, конечно, возможно. Они могут сказать, мол, мы не Россию продаем, мы поставляем оружие Беларуси. Но Беларусь сама под санкциями, и, естественно, это вызовет тоже ответную негативную реакцию как минимум Соединенных Штатов, а, возможно, Европейского Союза. К тому же это будет противоречить, если будет речь идти о прямых официальных поставках, мирному плану Китая, ну, вернее, позиции Китая по войне между Россией и Украиной. Я думаю, что вот сам этот визит – это игра каждой из сторон со своими интересами. То есть тут нет какого-то общего интереса. Формально он как бы совпадает. Обе стороны показывают взаимодействие, могут договориться о развитии сотрудничества, прежде всего экономического сотрудничества. Потому что Лукашенко необходимы деньги. И необходимо, скажем так, найти противовес российскому влиянию. Таким противовесом сейчас может быть только Китай. Китаю выгодно увеличивать свое влияние на постсоветском пространстве, укреплять позиции в Беларуси. Они и так там есть, но сейчас могут быть еще сильнее. Китай, кстати, тихой сапой расширяет свое влияние на постсоветском пространстве. И в Центральной Азии, а теперь и в Беларуси. Но вот тема оружия, в том числе и в контексте Беларуси. Это ведь не означает, что уже сейчас могут быть поставки оружия. Скорее, это предупредительные сигналы Соединенным Штатам. Вот игра Китая именно в этом. В том, чтобы предупредить Соединенные Штаты, что могут быть поставки оружия. Может быть, неофициальные, неформальные. Но поставки оружия России в том случае, если со стороны Соединенных Штатов будут масштабные поставки оружия Тайваню. Вот в чем игра Китая, если говорить именно о теме оружия. А так, расширение влияния, укрепление позиций на постсоветском пространстве. Это демонстрация и Путину, что у Китая тут тоже есть свои интересы. Это и демонстрация Соединенным Штатам, Западу, что Китай будет защищать позиции Беларуси. Хотя, если начнется серьезный политический кризис в Беларуси, Китай напрямую повлиять не может. Но, тем не менее, Китай, это его традиционная позиция, он раскидывает свои экономические щупальца по всему миру. В том числе и Беларусь уже тоже в сфере влияния Китая. Вот такой сложный пассианс с этим визитом. Я не ожидаю каких-то официальных сенсационных решений. Уж точно официально никто не будет говорить о поставках оружия. Это слишком рискованная тема, прежде всего для Китая. Да, и мы видим заявления, которые в последнее время из Соединенных Штатов Америки поступают. В том числе из Казахстана, правда, поскольку Восток дело тонкое. Сейчас Блинкин в этом турне Азии. Он сказал, процитирую, мы очень четко предупредили Китая о последствиях предоставления такой поддержки, имеется в виду вооружение. Мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке России в военных действиях. Скажите, пожалуйста, Китай может поставить на чашу весов поддержку России и санкции? И что победит? Что касается санкций. Санкции могут вести не против Китая, как страны, а против компаний, которые могут поставлять оружие, либо обходить санкции, поставляя какие-то товары России. И, кстати, крупные китайские компании, работающие на западных рынках, в том числе и в Соединенных Штатах, они этого очень опасаются. Поэтому они избегают явного прямого сотрудничества с Россией. С Россией торгуют, сотрудничают те компании, которые не работают на западных рынках. Вот такое вот разделение. И, конечно, по теме оружия сигналы достаточно серьезные. Вот тут идет встречная игра между США и Китаем. Поэтому Соединенные Штаты сделали свое предупреждение. Но именно по причине санкций, чтобы не создавать проблемы для своих экономических интересов, Китай не будет поставлять летальное оружие официально, явно. Вот даже тема дронов, о которой много сейчас говорят, о возможной поставке либо дронов, либо компонентов для дронов, которые могут собирать в России. На самом деле, китайские дроны в России уже есть. Ну, точно так же, как они есть и в Украине, и по всему миру. И эти дроны достаточно легко переделать для того, чтобы использовать, допустим, и в военных целях. Либо в целях разведки, либо даже при определенной переделке и для летальных целей. И, кстати говоря, некоторые из российских губернаторов даже демонстрировали несколько переделанные китайские дроны, которые они выдают за российские разработки. И вот компоненты для таких дронов через посредников, неофициально, нелегально, да, поставляться могут, к сожалению. Точно так же, как наверняка, по разным данным, могут поставляться электронные компоненты, чипы в Россию. Это также может делаться контрабандой. Но чтобы официально и легально, Китай, я думаю, на это не пойдет. У Китая двойственные интересы по отношению к России и к войне России против Украины. С одной стороны, вот как правильно сказал коллега, Китаю невыгодно расширение войны России против Украины, ее затягивания на неопределенный срок, потому что это наносит ущерб международной торговле и экономическим интересам Китая. Но с политической точки зрения Китай, который вовлечен в противостояние с Соединенными Штатами, который видит в США своего главного соперника геополитического, Китай не заинтересован в полном поражении России. Поэтому Китай будет действовать по ситуации достаточно гибко. С одной стороны, миротворческая риторика, вот как сейчас позиция официально заявленной Китаем, правда, очень абстрактная, размытая, но тем не менее, как бы внешне, формально это нейтралитет и миротворческая позиция. Это отвечает экономическим интересам Китая. А тайно Китай, конечно, будет зарабатывать на России, покупая задешево ее нефть, газ, другие природные ресурсы. Ну и, может быть, тайно, неофициально, в не очень больших масштабах могут каким-то образом России помогать, чтобы Россия, ну, скажем так, совсем уж не потерпела поражения в Украине. Ну, после обещаний Лукашенко, Си Цзиньпиня поедет урезонивать Макрон. С чем он летит в Пекин? Как с чего от этой встречи нам ожидать? Ну, я напомню, что Макрон не первый из европейских лидеров, кто уже посещает Китай, ну, уже посещал Китай. Осенью прошлого года там был Шольц. В принципе, интерес европейских лидеров, он понятен. Это, кстати, интерес Соединенных Штатов тоже. Просто США занимают более жесткие позиции. Ну, вот так вот скажу, Соединенные Штаты играют злого следователя, ну, потому что соперник Китая. А Европа занимает более мягкую позицию, такой добрый следователь. Ну, я имею в виду добрый и злой следователь по известной, как бы, сюжетной фабуле. И европейцы будут добиваться в переговорах с Китаем, чтобы Китай не втягивался, конечно, в конфликт между Россией и Украиной, чтобы он воздержался от поддержки России. И чтобы Китай действительно не пошел на связку, военную, политическую связку с Россией. Там партнерство есть, формальное даже, но все-таки Китай воздерживается от прямого участия в нынешней войне. И Европа, и Запад в целом будут стремиться, чтобы Китай, как минимум, сохранил свою нейтральную позицию. Вот это главное. И, конечно же, экономические вопросы. Потому что накопилось немало противоречий. И думаю, что в переговорах с Китаем и Макрон, и другие европейские лидеры будут делать акцент на экономических интересах. Они будут убеждать китайское руководство, что лучше торговать, чем воевать. Воевать в Тайване или поддерживать войну России против Украины. Вот такая логика будет продвигаться. И думаю, что, в принципе, это соответствует интересам Китая. Поэтому пока, как минимум, на ближайшую перспективу, я думаю, Китай будет сохранять свой формальный нейтралитет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему именно Азия и именно сейчас стали таким центром внимания? Вот Блинкин в азийском турне, Лавров собирается, уже полетел, точнее, европейцы собираются. Вот именно в этот период с чем это связано? Ну, на самом деле, не только Азия. Вот были турне и по Африке. Азия, и это было связано как раз, кстати, с ситуацией в ООН, потому что идет борьба за голоса в ООН. Азия в этом плане тоже важна. Но надо учитывать, что, конечно, сейчас азиатские экономики, причем самые разные. От Ближнего Востока, где расположены богатые государства, обладающие нефтяными ресурсами, зарабатывающими на этом, до стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые демонстрируют высокий темпы экономического роста, обладают большим экономическим потенциалом, демонстрируют высокую экономическую динамику. И, кстати, не только Восточная Азия, Индия. И эти страны придерживаются такой относительно нейтральной позиции. Хотя, например, вот важный момент, о котором у нас мало говорят, позиция Индии по отношению к России в политическом плане стала более жесткой. Индия не поддерживает санкционный режим против России, зарабатывает на дешевой нефти и газе. Прежде всего, на дешевой нефти. Газ это Китай покупает в основном. Но при этом позиция в большой двадцатке и по некоторым другим вопросам позиция Индии стала более жесткой в отношении России. Это уже показывает, что все-таки западная дипломатия работает. Ну а Китай критически важен, прежде всего и в экономическом плане, но и политически. Потому что для Запада, и не только для Запада, для нас тоже, кстати, очень опасно формирование прямого военно-политического союза между Китаем и Россией. Если такой союз возникнет, если начнется прямое противостояние с одной стороны Запада, с другой стороны Китая и России, это глобальное противостояние, которое принесет, во-первых, очень большие негативы для международной торговли и большие проблемы. Поэтому Китай, я думаю, будет пока воздерживаться от этого. Ну и, конечно, это риски, как минимум, длительной холодной войны. И это тоже проблемы, как политические, так и экономические. Поэтому сейчас идет борьба за то, чтобы удержать Китай от какого-либо, не то чтобы сближения, а от прямой поддержки России. Чтобы Китай сохранил свой относительный нейтралитет. Ну а турне Блинкина по Средней Азии, наверное, связано с утратой геополитического влияния России в этом регионе, да? Это так, да. Я думаю, что в Соединенных Штатах заметили, это проявилось еще в прошлом году, что страны Центральной Азии, причем даже страны союзные с Россией, имеют в виду, прежде всего, Казахстан, но отчасти и Кыргызстан, формально нейтральный Узбекистан, я уж не говорю совсем нейтральный Туркменистан, они явно стали дистанцироваться от России. Да, и больше внимания отношением с Китаем и Турцией. Вот Китай и Турция усилили свое влияние в Центральной Азии. А поскольку усиливается влияние Китая, это, конечно, беспокоит Соединенные Штаты. Поэтому турне в Центральную Азию, оно должно показать, что Соединенные Штаты будут предлагать, я думаю, какие-то совместные экономические проекты, новые возможности на перспективу. Особенно крупнейшим и наиболее динамичным странам Центральной Азии, это Казахстан и Узбекистан. Там, кстати, есть в обеих странах американские экономические интересы и интересы крупных западных компаний. И поэтому я думаю, что им будут предлагать сохранять такую условную многовекторность, чтобы они не слишком шли в сторону Китая, а сохраняли сбалансированные отношения, в том числе и с Западом. Чтобы регион Центральной Азии не попал под влияние Китая. Он сейчас уходит из-под влияния России, но чтоб не попал под влияние Китая. Так что идет действительно очень сложная геополитическая игра, сразу на разных региональных досках. Самая, конечно, сложная ситуация сейчас у нас, потому что идет горячая война. Но Соединенные Штаты, уделяя особое внимание России, российской войне против Украины, тем не менее они всегда держат в уме Китай. Поэтому пытаются противодействовать влиянию Китая и в Центральной Азии, в Африке, в целом на Азиатском континенте. Поэтому идет такая встречная геополитическая игра. И вот вся эта информация и позиция Китая по войне между Россией и Украиной, и тема торговля оружия, это все темы, которые связаны, конечно, с геополитическим противостоянием Китая и США. Владимир, а вот эта неопределенная позиция Китая на сегодняшний по отношению поддержки военной помощи Российской Федерации, она повлияла на поставки вооружений в Украину? Я имею в виду то, что F-16, атакамсы поставлены на паузу. Вот сегодня замминистра обороны Колин Каль на слушаниях Конгресса США сказал, что это вооружение на перспективу, и о нем сейчас не идет речь. Нет, я думаю, что тут нет прямого влияния Китая. Не та ситуация, когда Китай может ставить ультиматум Соединенным Штатам. Пока еще Соединенные Штаты могут делать вот такие предупреждения Китаю, а не наоборот. Китай критикует поставки оружия, не самолетов, а вообще поставки оружия Украине. Но Запад на это не обращает внимания, потому что понимает то, что сейчас происходит. У нас российское вторжение, остановить его можно только силой оружия. Здесь дипломатия, к сожалению, не поможет. Поэтому поставки оружия будут продолжаться. Нет, по самолетам это отчасти внутриполитическая проблема для Соединенных Штатов. Я бы объяснил ее сугубо финансовыми причинами, потому что из всех видов оружия, которые уже сейчас поставляются Украине, могут поставляться. Самолеты это наиболее дорогой военный ресурс. А в Конгрессе сейчас республиканское большинство, они против увеличения военных затрат в поддержку Украине. Вот такая ситуация. Поэтому администрация Байдена тоже вынуждена маневрировать. Она ищет балансы, скорее, внутриполитические. Поэтому здесь не влияние Китая, а внутриполитические расклады. Но при этом отмечу два обстоятельства. Напомню, что по танкам администрация Байдена и сам Байден в конце прошлого года тоже говорили нет. Но как только возникла серьезная необходимость, прямая потребность в поставках танков и бронетехники Украине, вопрос был решен. В том числе и США заявили о возможности поставок своих танков. Поэтому такой же может быть и с самолетами. Второй важный момент. Вопрос о поставках конкретных видов оружия. Сейчас вот речь идет о авиации и дальнобойных ракетах. Он будет решаться в зависимости от военной ситуации в Украине. Вот по танкам. Как только... Да, вот в прошлом году по артиллерии. В разгар тяжелейших боев на Донбассе, когда стало очевидно, что у России огромный перевес в огневой мощи, в артиллерии, в снарядах. После этого было принято решение о поставках артиллерии Украине. И это выровняло ситуацию. А потом создало возможности для контрнаступления. Потом по ПВО так был решен вопрос. Но когда Россия начала разрушать энергетические объекты в Украине, нам начали поставлять самые современные виды ПВО. И вот я думаю, что по авиации и дальнобойным ракетам, я думаю, что вопрос тоже будет решаться. Возможно, как и по танкам, пошагово, поэтапно. И возможно, знаете, первая фаза принятия решений просто не будет озвучена. Например, обучение наших пилотов, чтобы этот процесс не затянулся. А если, допустим, Россия пойдет на новую большую волну мобилизации, на расширение масштабов конфликта в Украине, то тогда, я думаю, будут приняты оперативно и решения о поставках самолетов. Потому что для Соединенных Штатов это еще инструмент воздействия на Россию. Как только вот россияне заявили, что они будут наступать в Украине, было принято решение о танках. Если вдруг будут какие-то новые решения по эскалации войны против Украины в Кремле, тогда будет принято и решение по самолетам. Вспомнилось заявление Остина, когда после очередного оглашения военной помощи Украине сказали, что есть еще часть, которая останется за кулисами, и мы ее не будем разглашать. Очень хочется верить именно в эту часть. Спасибо вам большое за этот разговор, за то, что отвечали на наши вопросы. Владимир Фисенко, политолог, был в прямом эфире телеканала Freedom.